Итак, с каждым днём их будет становиться всё больше и больше. В этом году их должно стать 59, в прошлом году их было 58, а в позапрошлом году их было 57. Итак, тема сегодняшнего выпуска – турецкое кино. На примере фестиваля – золотой апельсин. В этом году Анталия будет принимать международный фестиваль «Золотой апельсин». Эта статуэтка является призом для участников этого фестиваля. Как правило, она бывает золотая, а количество их в городе соответствует тому количеству, сколько лет исполняется этому фестивалю. Вот в этом году мы насчитаем их порядка 59, они будут по всему городу Анталия. Сам фестиваль пройдёт с 1 по 8 октября. Да, действительно, осень – это время, когда Анталия дарит огромное количество фестивалей, их можно перечислять. Я думаю, что даже на двух руках не хватит пальцев. Ну а мы конкретно говорим о фестивале «Золотой апельсин». Почему апельсин? Потому что, естественно, так сложилось по природно-грамматическим условиям, что апельсин – это то, что является символом этого региона. Статус фестиваля считается международным и насчитывает он свою историю с 1964 года. Здесь, как я сказал уже, в Анталию каждую осень. И в этом году мы с нетерпением вновь его ждём здесь, в Анталии. Напротив стадиона «Анталия Спор» в огромном парковом пространстве будет проходить основная часть. А также сейчас мы перейдём и посмотрим на центральный зал, где будет проходить церемония открытия этого кинофестиваля. Местным проведением фестиваля когда-то был античный театр «Аспендес». А сейчас кинофестиваль проходит вот здесь, в районе Кони-Алты. Вместимость этого зала порядка двух с половиной тысяч. Ну а сам фестиваль по своему значению является или считается турецким «Оскаром». Ну а если мы упомянули известную кинопремию «Оскар», то хотелось бы назвать первый турецкий фильм, который был номинирован на премию «Оскар». Это фильм 1964 года «Засушливое лето». Это пока в истории турецкого кинематографа единственный фильм, который был номинирован на столь престижную кинопремию. С чего начинается турецкое кино? Точка отчета считается 1914 год, когда режиссером, и имя его является первым в истории турецкого кинематографа, Фуат Эскинай, снимает свой первый художественный фильм. И с тех пор турецкий кинематограф только расцветал. Я думаю, что у каждого найдется любимый турецкий фильм, может быть, любимый турецкий атер, ну и, конечно же, любимый турецкий сериал. Совсем недавно отгремел успех турецкого сериала «Возрождение Эрту Грул». Фильм был импортирован в 71 страну мира, переведен на более 25 языков мира. Это в том числе английский, урду, арабский. На цифровых платформах на сериал подписаны порядка трех миллионов человек. И Турция занимает второе место после США по экспорту сериалов. Ну а турецкий кинематограф, конечно же, нельзя рассматривать не в контексте взаимодействия с советским пространством и нынешним российским. Ну и известный всем сериал «Королек-птичка-певчая» времен перестройки в СССР произвел фурор. И последние годы взаимодействие российских и турецких кинематографов вылилось в ряд проектов. Один из последних – это фильм, который был показан на Первом канале «Султан моего сердца» в 2018 году. Ну и, конечно же, связать все это необходимо с фестивалем «Золотой апельсин», в частности, 2012 год. Турецкий фильм, который вышел в коммерческий прокат в России в 2012 году, как я уже сказал. Главную роль в этом фильме сыграла Анна Адрусенко, которая в этом же году была номинирована и получила премию фестиваля «Золотой апельсин» за лучшую женскую роль. Итак, фильм «Прощай, Катя», 2012 год, режиссер Ахмед Сен-Месс. Ну а вообще Турция – это очень кинематографическая страна. Здесь снимается огромное количество фильмов, кассовых и известных. Некоторые из них – это «Скайфолл» Джеймс Бонд, «Призрачный гонщик», «Индиана Джонс», «Последний крестовый поход», «Заложница 2». Ну и в 2021 году известный режиссер Гай Ричи снимал здесь свой фильм. Рабочее название было «Пять глаз». В прокат он должен выйти под названием «Фортуна. Искусство убеждать». Мы вернемся к «Золотому апельсину». Сейчас это признанный международный фестиваль как Европы, так и Азии. Это стартовая площадка для многих турецких актеров и режиссеров. Фестиваль в городе всегда проходит как большой праздник. Очень много культурных мест, которые связаны с этим фестивалем, и они наполняются. Город наполняется фестивалем действительно в полном объеме. Это кинематографическое лицо Анталии. Ну и, собственно говоря, как правило, на фестиваль билеты всегда по очень номинальной и доступной тене. Так что, пожалуйста, как я уже сказал, с 1-8 октября добро пожаловать в фестиваль «Золотой апельсин». Спасибо большое, что вы были с нами. У нас всегда очень много всего интересного.